Валентин Бузмаков Валентин Бузмаков Валентин Бузмаков Валентин Бузмаков Валентин Бузмаков Потому что у нас через несколько дней уже суперкубок, которым мы сразимся с ЦСКА. У чеховских медведей все-таки есть еще запас восстановиться до начала чемпионата. Поэтому сегодня решили дать всем поиграть. Но еще раз говорю, конечно, тоже хотели победить. Что показалось на турнире самым сложным, а что наоборот удачей? Самым сложным? Отвечать на ваши вопросы. На самом деле на турнире все понравилось. Хорошая организация, судейский корпус замечательный. Болельщики пришли. Действительно настроение хорошее. Атмосфера праздника. Приятно присутствовать на таком турнире. Спасибо, что пригласили и так хорошо и грамотно организовали. Спасибо. Всегда рады видеть вас. Взаимно. Пермский медведи Никита Каменев. Чуть было не сказал игрок команды. Чеховские медведи по привычке. Каково вернуться в Чехов так быстро обратно? Ну, я, естественно, когда перешел, уже знал, что сюда приедем в гости. Успел соскучиться? Ну, конечно, все равно уже почти два месяца. Плюс сборы. Достаточно тяжело было. И все равно вернулся. Как свежий воздух. Как тебя приняли в Перми? Ничего, все отлично, все прекрасно. Ну, и о турнире. Какие выводы, вот у всех спрашиваю, ты мог сделать по итогам турнира? И что понравилось, что нет? Понравилась, конечно, естественно, самая лучшая организация. Болельщики. Кому спасибо. Тебя узнают, кстати, на улицах еще? Да, конечно. Как родной. Какой матч оказался самым сложным для пермских медведей? С нашими ребятами, с чеховскими медведями. Ну, как минимум для меня психологически. Вот. Ну, и как получилось, что немножечко мы не дотянули. Почему такой счет финальный в медвежьем дерби? Наверное, не забили. Пропустили. Не знаю. Как-то... Что-то получилось, что-то не получилось. Наверное, больше не получилось, чем получилось. И... Как бы... С линейными немножко не доработали в защите. В любом случае, желаем вам удачи. У вас впереди суперкубок. У нас впереди Турция. Поэтому предлагаю обменяться пожеланиями. Только победа. Только медведя. Только медведя. Виталий Владимирович, поздравляем с победой в кубке. Какие выводы можно сделать тренерскому штабу после этого кубка? Ну, надо побыстрее забыть. И впереди ответственные соревнования, в которые мы чуть-чуть пару сезонов забыли выигрывать. Да. Ну, на самом деле, надо серьезно подходить к чемпионату России, который стартует уже совсем скоро. Поэтому, конечно, приятно. Мы победили на своей площадке со своими зрителями. Очень хорошая атмосфера была. Всем спасибо. Будем готовиться и играть дальше. Есть еще ближе соревнования. Буквально на следующей неделе в Турции. Турнир, финал всех и Газпром Лиги. Насколько команда к нему готова? Ну, да, конечно, про него мы не забываем. Это буквально следующая неделя уже. Игра у нас будет в пятницу, да, наверное. Поэтому мы все помним. Ну, а как готовы, чуть другой уровень, конечно, другое мероприятие. Поэтому приедем, посмотрим. Давно не играли с такими командами. Я не беру Брест, да, он более ближе к нам. А судя по последним событиям, мы играем, наверное, с македонцами. Поэтому, ну, попробуем подготовиться за пять дней. Как показали себя новички на этом турнире? Ну, как говорится, не сглазить бы. А так, в принципе, да, нормально. Вошли и в коллектив хорошо зашли. И показали себя на площадке неплохо. В принципе, я надеюсь, что у нас будущее есть. Если все будет так продолжаться, то все будет хорошо. Спасибо еще раз с победой команд Чеховские медведи. Спасибо за поддержку. Команды Чеховские медведи Кирилл Котов. Кирилл, поздравляю с победой в турнире, с победой в финальном матче и с тем, что стал самым ценным игроком турнира. Коротко о последнем матче. Давай начнем с этого. О медвежьем дерби. Счет на табло. Играли без защиты абсолютно. Зрителям, я думаю, такая игра вообще очень понравилась. Столько голов. Вообще разнообразный на любой вкус. Я думаю, что зрители были сегодня в восторге. Ну, а мы, конечно, должны сделать выводы и очень хорошо поработать над защитой. С нападением вроде бы все классно. 45 забитых. Но в защите 40 пропущенных практически. Но это вообще ни в какие ворота не лезет. Конечно, если вспомнить и провести аналогию с первым домашним матчем прошлого года, когда мы уступили здесь, по-моему, 43-42. В принципе, значит, это обычный счет для нашего дерби. Поэтому, как бы... Но я все равно считаю, надо в защите добавлять и, конечно, улучшать этот показатель. Общие выводы по турниру какие мог бы сделать? Турнир показал сильные слабые стороны. Больше слабые, над которыми надо работать. И в чем добавлять, где преуспевать, чтобы серьезные матчи уже на более высоком уровне уже вытаскивать. И, конечно, мы будем это делать на тренировках. Уже приступим после завтра. Завтра отдохнем, а после завтра уже приступим к подготовке к турниру, который пройдет в Турции. И там уже будем стараться показать работу над ошибками. Какой матч оказался самым сложным, на твой взгляд? Честно, мне кажется, с Минском стартовый матч, когда ребята неслись прям в начало, мы уступали поначалу. А здесь все игры, в принципе, остальные две игры, в принципе, как бы счет держался то равный, то мы вели. Думаю, наверное, для меня лично с Минском, скажу, ребята очень хорошие приехали. Мне прям понравились. Поздравляем еще раз с победой и надеемся на победу в Турции. Спасибо, мы будем стараться.